Продолжение следует... Если он достигнет необходимой прочности, напряжение стальных прядей должно удерживаться силовыми упорами стенда. На каждом конце производственного стенда имеются силовые анкерные упоры с фундаментами в земле или с несущим каркасом. Таким образом, большое усилие передается на силовые анкерные упоры. Производственный стенд можно разделить на активную часть натяжения и пассивную часть снятия напряжения. Для предварительного напряжения используются стальные многожильные пряди. В основном пряди состоят из семи жил. Используйте плоские подъемные стропы для транспортировки бухт. Это предотвращает травмы, которые могут быть вызваны цепями или стальными тросами. Бухта вставляется в блок для перемещения. Знак указывает направление размотки. Перед размещением и натяжением прядей в анкерных плитах нужно подготовить цилиндры для снятия напряжения. На выдвинутые поршни цилиндров надевают опорные кольца. Пока напряжение не снимается, сила передается на силовые упоры. Пряди разматываются и подаются в форму через анкерные пластины с помощью электрической машины для проталкивания прядей. Скорость подачи контролируется с помощью пульта. Есть выбор из двух скоростей подачи. Оператору становится удобнее с радиоуправлением. Оператор может управлять канатами и процессом проталкивания лично. На пассивной и активной сторонах стенда пряди закрепляются на поперечной анкерной пластине. В процессе подачи через анкерные пластины пряди отрезаются. Рекомендуем применять гидравлический резак для лучших результатов. Теперь производим окончательное раскрепление прядей на стенде. При правильном выборе и обслуживании анкерные захваты пол гарантируют надежную и долговечную работу. Немного подтягиваем пряди. Это обеспечивает более простую работу при проталкивании новых канатов и улучшает обзор в арматурной клетке, что позволяет ускорить работу. Соединительные муфты существенно экономят на стальных придях при производстве бетонных элементов разной длины. Предварительно натягиваем с усилием 20% от необходимого. Устанавливаем давление масла на гидравлической станции. Как только все канаты будут подтянуты и проверены, форма может быть закрыта. Операция предварительного натяжения начинается с установки необходимого давления натяжения на станции. Натяжение происходит автоматически и зависит от предварительно установленного давления на станции. Если удлинения стали больше хода домкрата, то можно начать еще одну операцию натяжения. Удлинение стальных канатов измеряется и записывается для проверки. Когда все готово, необходимо установить защитные устройства. Теперь можно отливать бетонные элементы. Как только бетон достигнет заданной прочности, можно начать снимать напряжение со стенда. Масло подается в цилиндры снятия напряжения от гидравлической станции. Снимаются опорные кольца и клапаны слива открываются. Поршни возвращаются в цилиндры под усилием натянутых канатов. Канаты отрезаются гидравлическим резаком или другим инструментом, удобным рабочим. Готовый бетонный элемент аккуратно извлекается из формы и тщательно вывозится на склад. Необходимая сила натяжения создается с помощью натяжного оборудования, состоящего из натяжного домкрата и гидравлического насоса. Напряжение должно быть точно воспроизводимо и измеряемо для надежности. Осмотр и поверка станции и домкрата необходимо производить каждые 6 месяцев. Сначала проводится сравнение между манометром на станции и контрольным манометром. Для поверки используется калиброванное измерительное устройство. Оно состоит из датчика измерения усилия и блока отображения. Три серии измерений проводятся при разных настройках поршня. Измерение проводят с шагом 50 бар. На каждом этапе нагрузки отмечается показание манометра в барах и измерение силы в килоньютоннах. Результаты оцениваются и выдается сертификат поверки. Диаграмма напряжения составляется после успешного осмотра. Проверяют давление в контрольных точках станции и домкрата. Продолжение следует...